Борьба с терроризмом, сирийская проблематика, украинский кризис. Ключевые темы международной повестки сегодня в Москве обсуждали министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри. Об этом визите, как отметили в российском МИДе, настоятельно просила американская сторона. Консультации проходили за закрытыми дверями, но некоторые детали все же известны. С подробностями Дмитрий Кочетков. Встреча Сергея Лаврова и Джона Керри в доме приемов МИДа на Спиридоновке продолжалась 2,5 часа. Практически все это время главы внешнеполитических ведомств России и США беседовали за закрытыми дверями. Журналисты смогли наблюдать лишь самое начало переговоров. Лавров и Керри пожимают друг другу руки и обмениваются приветствиями. За 7 месяцев, прошедших после последнего визита американского госсекретаря в Россию, многое изменилось. Начав контртеррористическую операцию в Сирии, Москва стала ключевым игроком в регулировании кризиса в этой стране. Но по сирийской проблеме между Россией и Соединенными Штатами сохраняются серьезные разногласия. И вряд ли их удастся сегодня полностью разрешить. Москва считает, что нельзя делить террористов на плохих и хороших. А сама борьба с терроризмом должна опираться на нормы международного права и решение Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Наши президенты за последние месяцы несколько раз обсуждали проблемы, которые связаны с необходимостью более эффективной борьбы с терроризмом. И на этом пути сохраняются вопросы, которые необходимо нам сегодня рассмотреть в контексте дальнейшей работы международной группы поддержки Сирии в частности. Ну и, конечно, само сирийское урегулирование требует нашего постоянного внимания в русле тех задач, тех договоренностей, которые были достигнуты в Вене в ходе двух заседаний этой группы. И, безусловно, проблемы терроризма, они шире, чем просто сирийская проблематика. На днях закончилась международная встреча по Ливии, где ИГИЛ тоже пускает свои ростки. Ну и ИГИЛ активничает в Ираке. Есть проявления террористические в Йемене, в Афганистане. Разумеется, министр иностранных дел России и госсекретарь США не могли не затронуть ситуацию на Украине и реализацию минских договоренностей. Как подчеркнул Сергей Лавров, Соединенные Штаты могут содействовать урегулированию украинского кризиса, учитывая степень влияния Вашингтона на киевские власти. Джон Керри, в свою очередь, заявил, что его визит дает хорошую возможность добиться результата по разным направлениям. Прежде всего, это касается борьбы с террористическими группировками. Конечно, Россия и США согласны, что исламское государство является общей угрозой нашим странам и нациям. С ними невозможно вести переговоры, они являются террористами, которые покушаются на нашу культуру, историю, достоинство. И они не оставляют нам никакого выбора, кроме как бороться. Кроме того, как сказал президент Обама, в Нью-Йорке нет ничего важнее, чем достигнуть согласия по Украине и продвинуться по экономической повестке дня. Я надеюсь, что мы достигнем прогресса, ведь миру нужно, чтобы две державы смогли найти точки соприкосновения и договориться по данным вопросам. Керри завершил свое выступление по-русски. Визит госсекретаря США в Москву освещают полторы сотни журналистов. Во время протокольной съемки щелчки затвора фотоаппаратов иногда заглушали выступление. Интересно, что в век новых технологий до сих пор не придумали ни такую шумную аппаратуру. Информации о результатах встречи пока нет. Нет, если удастся сблизить позиции по сирийской проблеме, это даст возможность провести встречу в рамках международной группы поддержки Сирии в Нью-Йорке. До визита Керри Москва заявляла, что пока не видит в проведении конференции смысла. До сих пор не готовы списки оппозиционных сил и террористических группировок. Нельзя исключать, что сегодня обсуждался инцидент с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым турецкими военными на территории Сирии. Турция это союзник США и, как заявлял ранее Лавров, для Москвы остается загадкой, почему информация о полетах нашей авиации, передаваемая США, не была учтена. Керри уже в третий раз приезжает в Россию и всегда госсекретаря США принимал Владимир Путин. Так будет и сегодня вечером. Керри и Лавров расскажут о своих переговорах президенту России. Дмитрий Кочетков, Ольга Меркулова, Денис Овчаров, Первый канал.